На протяжении тысячелетий люди уважали и даже поклонялись волку. Хотя с годами число волкопоклонников сократилось, волки по-прежнему вызывают определенное уважение, как бы ни было. Волки – это социальные животные, и они инстинктивно образуют стаи, в которые входят либо члены семьи, либо неродственные волки, живущие рядом. Типичная волчья стая в дикой природе состоит из 8-15 членов. В любой волчьей стае существует четкий порядок размножения. Этот порядок важен для эффективного функционирования стаи, поскольку он определяет лидерство, разделение труда и приоритет испаривания. Альфа-самец – главный. Он ест первым, выбирает волчиц, руководит стаей во время охоты и в случае угрозы выживанию. Альфа-самец обычно выбирает себе волчицу из стаи, с которой он остается в паре, хотя он может и отделиться от нее. У альфа-самца редко бывают причины для агрессии или насилия по отношению к подчиненным волкам. Вместо этого он утверждает свое превосходство с помощью ряда ритуальных жестов, таких как альфа-ролик, тряска-загривка и пристальный взгляд. Если молодому претенденту брошен вызов, альфа-самец либо сразу уступит, либо будет бороться за сохранение своего положения, в зависимости от возраста и состояния здоровья. Когда альфа-самец умирает или изгоняется из стаи, его место занимает следующий наиболее доминантный самец. В то же время альфа-самка может изначально не быть самой доминирующей самкой в стае. Ее старшинство достигается благодаря ее связи с альфа-самцом. Если альфа-самец и самая доминантная самка находятся в близком родстве, альфа-самец обычно обходит ее стороной и выбирает себе пару из низших членов стаи. Эта пара становится частью альфа-самца и пользуется должным уважением со стороны остальных членов стаи. В некоторых стаях, особенно крупных, есть второй командир, не принадлежащий к альфа-паре. Обычно эту роль берет на себя самец, но может быть и самка. В небольших стаях нет отдельного бета. Есть только альфа-пара, их подчиненные, которые устанавливают старшинство между собой, и карлик. Омега – самый подчиненный член стаи. Этот волк обычно был карликом в помете и вырос слабее и меньше остальных. Волки, занимающие это низкое положение, не стыдятся и не стремятся подняться вверх. Они просто занимают самое низкое место, как правило, из-за размера и силы. Драки и склоки случаются редко, поскольку каждый член группы знает свое место. Только когда появляются новые члены, возникает ритуализированная агрессия для установления ранга. В некоторых случаях волк-омега изгоняется из стаи, если он постоянно бросает вызов старшим волкам, или если он малопригоден для охоты или защиты ресурсов, таких как территория или пища. Однако, как и в старой поговорке, сила в количестве. Хотя волки могут охотиться в одиночку, они гораздо более успешны, когда охотятся коллективно, как команда, потому что они работают вместе, как единое разумное целое, чтобы уничтожить свою добычу. Стая также необходима для того, чтобы придать смысл существованию животных. Как и семья, волчья стая – это социальная единица, и именно отсутствие социальной принадлежности и структуры, которые испытывает одинокий волк, означает, что его одинокая жизнь не обладает тем очарованием, которое ей часто приписывают. Это трудное, одинокое существование и постоянная борьба за выживание.